МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СМАМА! СМЛЕП, 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 СМЛЕП Ух, СМЛЕП Все, сейчас, ловочка, 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 ловочка. СМЛЕП, СМЛЕП, СМЛЕП 23 января ночью в Китае рядом с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Все они ощутились в нашей республике и Казахстане. Причем в соседней республике толчки были ощутимее. Примерно 00 часов 8 минут о сильных толчках сообщили жители Иссыкульской, Нарынской, Чуйской областей. По предварительным данным, магнитуда составила 6,2 балла. По сведениям сайта USGS, эпицентр находился на границе Китая и Кыргызстана. Мы стоим на улице, весь дом, дети оделись, все стоят. Было сейчас землетрясение 6 баллов. После первых ощутимых толчков по республике произошло еще несколько землетрясений. В 8.30 утра 24 января зарегистрировали очередные толчки магнитудой 4 балла. По данным МЧС, толчки до 3 баллов были в селах Джергитал, Казань-Туйган, Тегерек, Оттюк, Кызал-Джелдыс на Рынской области, в селах Илай-Лысу, Шоро, Джанбулах, Эмгек-Чиль, Ахтала, Эчки-Баши, землетрясение магнитудой 2,5 балла. В Китае в 10 утра произошло землетрясение магнитудой 4 балла. Подземные толчки почувствовали жители села Бедель Джетогусского района Иссыкульской области. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. А эти кадры из соседней республики. В Алматы землетрясение зафиксировали видеокамеры. В соцсетях активно распространялась видеофиксация колебаний земной поверхности с камеры наблюдения, расположенной в предгорях Алматы. МЧС соседней республики сообщал о 44 пострадавших. Все они получили различные травмы и ушибы. Еще немало людей получили травмы, выбегая из дома. Выходит, горожане пострадали не от самого землетрясения, а от вызванной им паники. Все выбежали во двор. Ужас. Это было страшно. Это ужас просто. Все во дворе. Люди выбежали. Как говорят специалисты, во время землетрясения люди в страхе нередко совершают нелепые и опасные для их жизни поступки. Паника особенно опасна в местах скопления людей. В школах, больницах, кинотеатрах, общежитиях. Один из главных советов, чтобы избежать паники – заранее продумать ваш образ действий при землетрясении в различных условиях – дома, на работе, на улице и в других местах днем и ночью. Как вести себя во время землетрясения и самое главное, как совладать с паникой, рассказывают в учебном центре МЧС недалеко от Бишкека. Инструкторы, опытные специалисты, читают лекции сотрудникам различных министерств и ведомств, чтобы те донесли информацию до своих коллег и сотрудников. Наша работа как раз таки направлена на то, чтобы обучить людей правильно вести себя. Если человек имеет в подчинении какое-то количество сотрудников, то он непосредственно должен уметь управлять этими сотрудниками в момент ЧС. То есть люди должны быть обучены не поддаваться панике, вести себя как можно сдержаннее, знать какие-то шаги. Для этого мы проводим различные тренинги. За прошедший год были проведены десятки занятий и лекций на тему землетрясений, так как Кыргызстан сам по себе расположен на сейсмически опасном участке. Это вот карта, схема прогноза сейсмической опасности. То есть это прогнозируемый, да. Это касается разломов, где близко находятся разломы у нас, да. Ну то есть сейсмически опасные места. Ну и можно здесь так подробно посмотреть. Такие карты составляются по каждому направлению. То есть это селеопасные районы, тоже есть отдельная карта. По тому, где могут быть выходы рек, скажем так. Но это все прогнозируемые вещи. Сказать точно, что вот именно вот здесь в это время там будет колебание какого-то земной коры, вы в такое время, в такое время суток, этого практически сделать невозможно. Как вести себя во время землетрясения? Подробную инструкцию в электронном формате сотрудники МЧС распространили во всех учебных заведениях страны. В Бишкеке были развешаны таблички с QR-кодом, в которой желающие могли посмотреть видеоролики и посчитать подробную информацию. В 2020 году Центром управления кризисом ситуации были разработаны QR-коды по действиям граждан при угрозе в возникновении в чрезвычайных ситуациях. Это при землетрясениях, при сильном ветре, селе, паводке. И в целях пропаганды были организованы мероприятия по вывешиванию в школах города Бишкек. Как вы видите, в данных QR-кодах есть написание действия при угрозе чрезвычайных ситуаций. Если направить телефон, сейчас узнать QR-код, а там будут вывешены инструкции о поведении граждан. После землетрясения Бишкеки некоторые министерства и ведомства поспешили успокоить граждан. В столице многие строения выдержат любые земные толчки. В частности, глава госстроя Нурдан Урунтаев заявил, что жилые дома, построенные и строящиеся в Бишкеке, прошли все проверки и выдержат землетрясения силой 8-9 баллов. Мы проверили более 100 объектов. И по этим 100 объектам были выявлены незначительные, малозаметные трещины, где были заметны, что отпала где-то часть штукатурки, шпаклевки и так далее. И в основном эти трещины появились именно в части соединительных частей между основными несущими конструкциями и заполнениями. И каких-либо опасений для этого нет. Представителям СМИ показали, как в Бишкеке строятся многоэтажные дома на месте снесенной исправительной колонией номер 47. По словам главы госстроя, все объекты, которые прошли сертификацию и экспертизу, выдержат землетрясения в 9 баллов. Сертификаты и заключения экспертизы выдают соответствующие органы. За незаконные объекты мы не отвечаем. У них нет документов, испытания не проходили. У нас на сайте опубликован их перечень, отметил глава госстроя. Кстати, качество построенных в Кыргызстане домов, а также их сейсмоустойчивость, общественность стала обсуждать после землетрясения в Турции. Предшественник Нурдана Урунтаева, талант Иманаку Нулу, также утверждал, что здание в Кыргызстане выдержит землетрясение силой 9 баллов. Согласно положению 114, общий дом, инструкция по пятым пунктам принимается. Это получается нулевый сейкл, первый этаж, второй этаж. Исходя из этого, кроме этого мы принимаем эксплуатацию. А здесь уже проводилось проверку? Да, вот проводилось качество, но это одновающая технология. Получается, видите, это в виде как панельного характера. Этот дом после Второй мировой войны, получается, начали уже испытывать в Германии. Это, получается, сейсмостойки и, как скажем, бронированные дома. Качество бетона проверяется специальным аппаратом, вот этим называется ИПС. Сотрудник специальной службы проверяет качество бетона на строящемся объекте, расположенном на месте бывшей колонии номер 47 в Бишкеке. По его словам, многие объекты соответствуют принятым нормам и стандартам. А в тех объектах, где качество не отвечает всем нормам, строительная работа приостанавливается до тех пор, пока нарушения не будут устранены. Пока таких не было, что ломали, чтобы не проходило, ну, из десяти почти все проходят. Иногда бывает так, что там же стандарт тоже требует, через 28 суток проверяют, через 45 дней. Ну, есть застройщики, которые путаются в днях, приглашают и иногда не проходят. Ну, через какие-то дни, недели обратно приезжаем, повторные спецназы делаем, они проходят. Ну, если не проходят, то уже вот эти вопросы решает уже ГОСОК, они мероприятия дают. Они либо на усиление дают, если там сильно слабое, тогда уже там... Между тем, сотрудники МЧС в этом году планируют по плану провести еще несколько занятий на тему, как вести себя во время землетрясений. Самое главное, говорят специалисты, не поддаваться панике. Редактор субтитров А.Семкин